Всем привет! Как всегда, благодарю вас за то, что смотрите эти ролики, слушаете эти монологи странные, ну и за то, что пишете комментарии, потому что читать мне их очень интересно. Вот за это я вас и благодарю. Ну и иногда я отвечаю на вопросы, иногда не отвечаю уж, извините, просто либо ничего не могу ответить, либо просто не хватает времени. Но я стараюсь по мере возможности. Напоминаю вам о существовании плейлистов. Если вы хотите увидеть какую-нибудь пластинку в моих руках, то посмотрите в плейлисты. Там уже очень много всего есть. И, возможно, ваша любимая пластинка там уже показана мною вам или там кому-то другому. Но в этих роликах. Напоминаю также о том, что 24 февраля в клубе «Космонавт» на улице Бронницкая, 24, в Санкт-Петербурге пройдет международный рок-фестиваль. Фестиваль музыки «Битлз» и классического рока. Четыре часа музыки, четыре часа классического рока, четыре часа тех песен, которые вы любите, знаете, поете дома, играете сами дома на гитарах перед зеркалом со шваброй. Или на хорошей гитаре, в хорошей студии, но тем не менее. Значит, кто у нас там участвует? Участвует Йодл Гонзалес, группа «Филаритмика Куба». Конечно, международный фестиваль. Будут песни «Битлз» в исполнении группы «Филаритмика». Александр Загрянский и группа «The Silent Gang». Музыканты играли с невероятным количеством рок-звезд, начиная от группы «Дипепл», заканчивая группой «Крематорий». То есть переиграли, ну, там можно 15 коллективов назвать, с которыми выступали эти люди, очень хорошие ребята. Группа «Дед Зеппелен», группа «Лайт Май Дорс», «Дорога Жизни». Ну и песни «Роинг Стоун», «Лет Зеппелен», «Дорс», «Битлз» и много чего еще разного. Потому что четыре часа классического рока. Так что приходите 24 февраля в клуб «Космонавт», «Брониская 24», «Санкт-Петербург». Ну а я, коль скоро здесь упомянута группа «Дорс», «The Doors», я и вспомнил про группу «The Doors», 68-й год, «Wating for the Sun» пластинка. Я ее услышал, одно из первых, с во временем, когда я был маленький совсем, тем я сначала услышал первый альбом, по-моему, на магнитофоне, на катушке, да, он был записан. Потом как-то получилось, что вот этот самый. И я его полюбил, потому что детская любовь, она самая сильная. То, что в юности мы полюбили, то с нами на всю жизнь и остается. И масса седовласых мужей, которым уже за 60 продолжают слушать «Юрай Ахип», «Дзеппелин», «Дипеппл», «Дорс» и прочее. И слава богу, но при этом хотелось бы, чтобы все-таки люди обращали внимание на современную музыку. Потому что, ну, довольно странно так как-то застрять в 68-м году там или в 75-м. Но при этом музыка-то хорошая все равно. У меня в двух видах даже вот этот самый «Дидорс», вот эта пластиночка. Правда, не оригиналы, все не оригиналы. Но про оригиналы и не оригиналы я уже много говорил. И зачастую бывает, что не оригиналы звучат лучше, чем оригиналы. Лучше даже, чем первопрессы. Хотя, конечно, 50 на 50, скажем так, в 50% случаев первопрессы звучат просто «beautiful». Извини, вот. А переиздание похуже. Но переиздание разное бывает. Я заговорился. Это пластинка 70-х годов уже издания у меня. А это 2012 года. Вот такая вот версия красивая. Ну, собственно, она и должна раскрываться, да, у нас. Вот такая. Но это двойник на 45 оборотов. Все то же самое, только на двух сорокопятках записан альбом. Ну и скорость в два раза выше. У них два, да, ну там, в полтора. Ну и звучит в полтора раза лучше. Вот все, что я могу сказать. Сорокопятки вообще лучше звучат, в принципе, если говорить о виниле. Так что вот это кайфовейшая штука. Вообще, сорокопяточные версии, они мне очень нравятся. Другое дело, что приходится все время вставать и переставлять пластинку, потому что тут на одной стороне три песни, на другой три песни, на третьей три песни, на четвертой две песни. Вот так. Приходится скакать, прыгать. Но музыка от этого хуже не становится. Значит, что «Wating for the Sun»? Все критики пишут одно и то же про этот альбом. И я говорю то же самое, что группа находилась на пике популярности. Творческий подъем, большие деньги, все здорово. И Моррисон пустился во все тяжкие. Можно почитать замечательную книгу «Прошу, убей меня». Там про Моррисона очень много. Очень сильно выпивал парень. Ну, просто невероятно сильно выпивал. Прямо того, что выпивал, еще и употреблял препараты безалкогольные, но оказывающие гораздо более сильное воздействие, чем алкогольные. В общем, его несло по полной программе. Альбом надо было записывать. Ну, и альбом записали. Куда же деваться? Бизнес есть бизнес. Несмотря на то, что рок, да, мы рок, мы это самое противное слово «рокеры». Я уже говорил, что среди моих знакомых нет ни одного человека, который называл бы себя рокером. И я никогда себя не называл таким. Это очень странное изобретение отечественных, не знаю кого, журналистов, наверное. От них все зло. В общем, как бы рок-то роком, да, это все, «Мир, любовь» это все круто, но бизнес есть бизнес, а это чистый бизнес. Тут шаг вправо, шаг влево карается жестоко, потому что контракты подписаны, и контракты надо выполнять. И альбом надо записывать, хочешь ты не хочешь. Ну, в ту пору еще все хотели, потому что было интересно. Все-таки третий альбом, это не пятый, не пятнадцатый. Все еще интересно, здорово. И собирались они, вы, наверное, читали про это, тоже я рассказываю, такие вещи известные. Собирались они разместить огромную поэму, текст которой на развороте вот здесь, по публику, он «The Celebration of the Lizard», называется она. Такой огромный текст. Ну, в сопровождении, конечно, музыки, такой spoken word. Морисон читал бы свои стихи, а группа бы играла на заднем плане. Но продюсер сказал, что нет, ребята, это слишком круто. Хоть это и третий альбом, хоть вы и популярны, хоть все здорово, но это как-то не пойдет. В результате отказались от этого монументального полотна, и песен немножко не хватило для того, чтобы записать альбом. Поэтому половину песен придумывали прямо в студии, что, кстати говоря, неплохо. Очень много групп, очень много прекрасных альбомов в рок-музыке есть, которые сочинены прямо в студии, прямо на месте. Например, там Machine Head, Deep Purple. Ну и вот этот альбом «Waiting for the Sun» тоже отчасти. Хотя две прекрасные песни здесь датируются вообще 65-м годом. Из старых запасов они вытащены. И вставлены в эту пластинку в 68-го года. Но песни замечательные. Это, во-первых, Summer's All Must Gun, лирическая такая штучка, и убойный абсолютный хит Hello, I Love You, с которой начинается пластинка. Старая песня, почему-то она лежала на полке, а когда ее вытащили, немножко подобработали, немножко подописали, поставили первым номером. Это хит убойнейший просто. Мне эта песня нравится здесь, наверное, за номером два из всего альбома. За номером один я скажу, какая потом. Ну вот это начало безумное, этот орган с чудовищно омерзительным звуком. Просто он омерзителен до потери сознания. Но это настоящий рок. Потому что вы хотели рок, чтобы царапало, царапало, чтобы было грубо, вот получите. Ну, все привыкли уже. Слово омерзительное можно воспринимать буквально, конечно, но не воспринимайте его буквально. По факту это, конечно, звук чудовищный, жуткий, разрывающий мозг просто. Но он работает очень круто. И гармония, риф, очень все здорово. Другое дело, что тут же состоялся суд, и группе The Dorps пришлось все авторские права за эту песню отдать группе Kings. Потому что очень похоже на Kings, на Юриле Гатме, если я не ошибаюсь. По гармонии. Не по мелодической линии, а по гармонии. Но тем не менее, песня стала, конечно, хитом. Крутилась по радио везде. И девочки в зале плакали, срывали с себя нижнее белье и верхнее. Бросали на сцену, бежали к Моррисону, целовали его кожаные ноги. В черной коже, в смысле. И прочее, прочее. Очень хорошая песня. А дальше пошла лирика, довольно странная. Love Street. Not to touch the earth. Это вот кусочек из The Celebration of the Lizard. То, что удалось вставить в альбом. Маленький фрагментик. Странная песня. Summer's almost gone. Тоже старый номер, тоже из 65-го года вытащенный. Ну, красивый. Все. Такая лирика. Wintertime Love. Вообще вальс. Ни с того, ни с сего. Вдруг заиграла группа Dorps. Но при этом так же грубо, как все прочее. Но немножко... В общем, и такое ощущение, что склоняется в кабаре все-таки. Пластинка. Но при этом, да. Но при этом мы заданы направления Hello, I love you. Понятно, что это уже как бы рок. Но крен в кабаре совершенно отчетливый. Ну, правда. Да, но он, суд же, спасает положение. Про неизвестного солдата. С расстрелом, с маршем, да. Такая театрализация начинается. Играется песня, потом все останавливается. Барабанная дробь, команда. Да, да, знаю, плит. Бжу-бжу-бжу-бжу. Расстреляли парня. Все. Чистый театр. Ну, я это дело не очень люблю. Потому что театр – это театр. А музыка – это музыка. Это как бы вещи разные немножко. Ну, зато дальше на второй стороне просто все блестяще. Все супер. Spanish Caravan, где этот самый Кригер играет на акустической гитаре. Фламенко. Он же акустический гитарист. Он на электрической гитаре стал играть впервые. Взял ее в руки впервые, когда записывали первый альбом The Doors. Он никогда не играл на электрогитаре. Он занимался классической гитарой. Что здесь и продемонстрировал совершенно потрясающе. Переключившись с части фламенко на электрическую гитару. Здесь же. Очень жестко. Очень круто. Очень красиво. My Wild Love. Тоже довольно, в общем, жесткое произведение. Но мое самое любимое. Я перескачу через песню We'll Be So Good Together. Со стоп-таймами невероятными. Это тоже, я не знаю, это не прогрессивный рок. Но это уже какие-то усложнения. Это уже не рок-н-ролл. Это уже надо сесть, слушать. Одна часть, другая часть, третья часть. И вот эта моррисоновская театрализация все-таки здесь присутствует. Вовсю. Песня сложная. Но красивая. Хорошая. А вот Yes, The River Knows, например, песня, номер один моя любимая на этом альбоме, вторая, Hello, I Love You, да, а Yes, The River Knows, я долго думал, на что она похожа, что она мне напоминает. Но она не в том смысле похожа, что на кого-то, с кого-то это снято, а кто-то использовал потом вот этот звук, этот подход, это сочетание мелодической линии вокальной с рифами клавишными. И понял, что это группа Death Stranglers. Десять лет спустя вдруг группа Death Stranglers английская заиграла очень похожие по структуре, по звуку вещи. Похожие на вот эту самую Yes, The River Knows. Это очень хорошо, ничего плохого в этом нет, кроме хорошего. Очень интересная песня, она мне очень нравится, с развитием, с драматургией, все прямо шикарно. Ну и, конечно, 5 to 1, финал на 4,5 минуты, еще жестче, чем Hello, I Love You. Клавиши, гитара, бас. Здесь, кстати, три басиста посторонних играли, да, один из них на контрабасе и два на бас-гитарах, ну, в разных песнях, разные музыканты. Первый альбом, где отсутствует клавишный бас, а играют живые бас-гитары. Но фамилии их я не помню, можно найти в интернете, там три человека, которые занимаются басизмом здесь. Но вот эта 5 to 1, она, конечно, разрывает сознание, особенно к финалу, когда начинается хаос. Не в том смысле, что неправильные ноты играются, а просто все очень громко, всего очень много. И Моррисон прекращает петь и начинает, как он любит, орать. И орет просто чем дальше, тем громче, выше, мощнее, сочнее. И в конце просто какая-то истерика такая здоровая. Вот это мне очень нравится. Недаром я вспомнил группу The Stranglers и все то, что условно там называется панк-роком, который я очень люблю. И это, конечно, пластинка радикальная, несмотря на то, что первая сторона такая лирическая в основном, но она радикальная, она разрушает шаблоны, рвет все эти самые рамки, ломает, выходит за них и дает музыку новую. Для 68-го года, конечно, это был выстрел не из пистолета и даже не залп взвода, который расстреливает тут неизвестного солдата, а выстрел из пушки такой серьезной. Очень хорошая пластинка, хотя мне группа The Doors, в принципе, нравится все. Что-то больше, что-то меньше, но Waiting for the Sun я люблю. Вот. Люблю совсем. Вот так вот. Поэтому на 45-х его слушаю, да. Так что я пошел пить, а вы переслушайте Waiting for the Sun, может быть, получите удовольствие. Я пошел пить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok